Псевдоистория, вранье и манипуляции вокруг российской аннексии Крыма и разжигание войны на востоке Украины. То, что Путин врал во время всего своего выступления, не секрет. Но как фактчекинговый проект мы не можем оставить его слова непроверенными. Давайте по порядку и по фактам. Вот первый и главный цинизм, которым пропитана часовая речь Путина. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Ложь. Приводим доказательства российского вторжения в Украину со всего мира. Еще в 2014 году Совет Европы признал присутствие на Донбассе войск Российской Федерации и призвал Кремль вывести их с территории Украины. С того же 2014 года в ООН заявляли о присутствии военнослужащих России. Миссия УБСЕ фиксировала на Донбассе людей с ранговыми знаками Российской Федерации. В январе 2020 года на сайте миссии США в УБСЕ отметили, что УБСЕ фиксировала переброску военной техники с российской территории в Украину. В НАТО также фиксировали вовлеченность России на Донбассе. В августе 2014 года произошло самое масштабное вторжение вооруженных сил России. На территорию Украины вошли колонны техники. Также неоднократно присутствие российских войск на востоке Украины отмечали расследователи из Беллингкет. При этом нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово. Но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объединении Германии, советскому руководству со стороны США было обещано, что не произойдет распространение юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении. И что объединение Германии не приведет к распространению военной организации НАТО на восток. Это цитата. Ложь. Такие соглашения никогда не заключались. Таких обещаний не было, а было противоположное. До 1991 года действовал Варшавский договор. Поэтому идеи о расширении НАТО за пределы объединенной Германии не было. Это подтвердил Михаил Горбачев в интервью в 2014 году. Рассекреченная стенограмма Белого дома свидетельствует, что в 1997 году Билл Клинтон последовательно отказывался от предложения Бориса Ельцина о заключении джентльминского соглашения о том, что ни одна из бывших советских республик не войдет в НАТО. В 2005 году во время визита в Нидерланды Путин заявил, что Россия не воспринимает НАТО как враждебную организацию. И это было не единственное его заявление в поддержку сотрудничества с НАТО. Отмечу, что статья 17 Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных военных баз. Но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти. На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы. Просто назвали базу миссии и дело в шляпе. Ложь. Путин цинично опускает неловкие для него факты. Расположение иностранных военных баз на территории Украины запрещено согласно части 7 статьи 17 Конституции Украины. И Украина неукоснительно соблюдала это положение. За все время независимости Украины было только одно исключение – для России. Речь о Черноморском флоте. В 1997 году Украина и Россия заключили соглашение о развертывании российских военных баз на территории Крыма и Севастополя сроком на 20 лет. Специально ради этого в переходные положения Конституции был включен пункт о временном пребывании иностранных военных формирований на условиях аренды. Сейчас этот пункт отменен. Для того, чтобы военные базы НАТО или других государств могли находиться на территории Украины, необходимо внести изменения в статью 17 Конституции, что возможно только по результатам всеукраинского референдума. Учебно-тренировочные базы – не военные базы. Их участники – инструктора, которые только обучают украинских военных. В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически целиком посвящен противостоянию с Россией. Ставит целью втягивания иностранных государств в конфликт с нашей страной. Ложь. В стратегии отмечено не противостояние, а оборона от агрессии. И неудивительно, что в документе упоминается Россия. Со времен независимости Украины единственной военной угрозой для страны была и остается именно Россия, которая оккупировала Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей и регулярно ведет боевые действия против Украины. Это подтверждают и международные наблюдатели. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучение специалистов. В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто, беспрерывным потоком, демонстративным на глазах у всего мира. Ложь. Поставки оборонного. Причем ударение именно на слово оборонного оружия начались не только от США, но и от всего мира только после того, как появилась информация о вторжении России в Украину. И эта информация подтвердилась. 22 февраля 2022 года Путин нарушил международные соглашения, минские договоренности и вел российские войска на территорию Украины. Продолжение следует...